Что же, добрый вечер, добро пожаловать на наше первое с вами занятие. Мы начинаем 20 сезон. Здравствуйте! Привет всем еще разочек. Прошу прощения за небольшую техническую задержку. Наши технические менеджеры немножечко тут не разобрались, и мне пришлось немножко как-то это все дело понимать, как это работает. Но думаю, что ко второму занятию мы разберемся, и запись экрана будет гораздо более качественная, и мы вам все-таки запишем так, как это хочется. Сейчас из двух вариантов выберем оптимальный. Итак, всем еще раз привет! Напишите, слышно ли меня, видно ли меня, и мы с вами приступаем. На этом сезоне у нас будут слайды, и я поделюсь полностью архивом слайдов с некоторым количеством людей. Это будут люди, которые купили доступ на 3 месяца и так далее. Я потом скажу, кому я буду высылать эти слайды. Там будет всего 10 уроков, в каждом уроке будет примерно 7-10 слайдов, соответственно, весь 20 сезон будет насчитывать, я думаю, что около 80-90 слайдов, которые вам помогут с вашими конспектами. Потому что не все пишут, да, и многие просили конспекты, я вот придумал такую штуковину, и мы будем, в общем-то, это будет такая фактически вам еще методичка, которая вам потом будет разослана некоторым людям, либо мы ее сделаем как дополнительную услугу, посмотрим. Значит, идем с вами по первому занятию. Давайте начнем с того, начнем с наших с вами технических аспектов. Значит, чтобы избежать лишних вопросов, давайте сразу поймем, что мы с вами занимаемся по понедельникам и четвергам в 20.00. Копии вы будете получать по вторникам и пятницам, то есть на следующий день после проведения занятия. Значит, когда вы покупали наш курс, у вас был вариант выбора доступа на 1-3 месяца, подчеркиваю, доступ начинается, вот этот месяц, да, или 3, начинается после последнего занятия. То есть это не с сегодняшнего дня месяц и не с сегодняшнего дня 3. Все поняли это, да? Плюсик напишите, пожалуйста, кто это понял, что доступ у вас, вот эта копия, да, начинается с последнего занятия. Не с первого, а с последнего. То есть у вас есть возможность просматривать 20 сезон в копии на протяжении всего 20 сезона плюс 1-3 месяца. Надеюсь, я понятно объяснил, чтобы потом этих вопросов просто не задавалось, потому что таких вопросов, к сожалению, появляются. Значит, следующий очень важный момент, спасибо, на который многие забивают, и забивают очень зря. Это касается тех ребят, которые смотрят в копии, потому что у нас вот здесь ровно, чуть меньше, как обычно, половины онлайн. У нас на этом сезоне, Роберт, скажи мне, сколько человек, 200, 520 или 530, что-то такое. Люди, кто будут смотреть в копии, не будут онлайн, я вот сейчас к вам обращаюсь прежде всего. Категорически не смотрите сезон, как сериал, когда вы на карантине. Сегодня первую серию, сегодня же вторую, потом завтра, значит, третью. Так делать нельзя, потому что хоть мы и называемся там сезоном, грубо говоря, но это не сериал, это не кино, это не кинотеатр. И очень важно сейчас меня понять. Каждое занятие, 540, спасибо, каждое занятие должно быть отработано, все это понимают. То есть, вы его должны не просто послушать, а вы его должны отработать. Потому что, если вы его не будете отрабатывать, тогда нету самой терапевтической и тренинговой концепции. Тогда это не тренинг, тогда это не научение, навыку, а это просто, простите меня, балабольство в интернете, где вы просто посидели, покивали, сказали, ну прикольный парень, круто. А потом закончится сезон, вы скажете, ну и чё? А я вам задам вопрос, ну и чё? И чё ты делал? И как оно у тебя делалось? И вы скажете, ну а чё делать-то? И тут начнется стандартная история по одним и тем же граблям. Поэтому я вас всех еще раз призываю сейчас, прямо с первого занятия, запомнить, что ваш результат, вот это последний тезис, да, все видят презентацию, надеюсь, помним, что изменение зависит от вашего вовлечения себя в работу между занятиями, а не во время занятий. Отрабатывать, это означает применять определенные упражнения или поведенческие, или когнитивные схемы, о которых мы будем говорить в тех или иных занятиях, или думать о той теме, которую мы обсуждали. Имеется в виду вот это. Это касается наблюдения за определенными философскими взглядами, это касается каких-то конкретных тематик, которых мы будем касаться, которые приводят людей к невротическим реакциям. Это касается работы со списком недопущений, это касается того, что вы должны научиться разговаривать с собой. То есть, вы каждый день должны будете разговаривать с самим собой, как небольшой такой шизофреник. Без этого внутреннего диалога и без вот этого принудительного разговора с собой любимой ничего в смысле эмоционального интеллекта не сдвинется. Само там в голове ничего не прорастет. Оно прорастет только посредством повторения и посредством уделения этому внимания. То, что вы называли осознанностью. Осознанность – это не какая-то вот мистическая история. Осознанность – это то, чему мы уделяем внимание. Всем это понятно? То есть, осознанность – это то, чему мы уделяем внимание. Если вы сейчас уделяете рецепторное внимание моему голосу, то вы сейчас осознаёте себя в моменте. Это не что-то эзотерическое. Это чистой воды нейрофизиологическая концентрация внимания. Пока вы меня слушаете, у вас в голове и в организме происходят миллиарды процессов, которые у вас неосознанны. Не потому, что они где-то там в бессознательном плавают, а потому, что ваша концентрация внимания сейчас на том, что я делаю, и то, что я говорю, и то, что вы слушаете и видите. Но вместе с этим у вас идёт обмен газами, углекислый газ, кислород. У вас идёт распад эритроцитов, синтез новых эритроцитов. У вас идёт гемеостаз. У вас идёт выделение первичной мочи. У вас идёт испарение воды, всасывание воды, всасывание нутриентов в кишечнике. Идёт огромное количество дел, которым занят головной мозг в том числе. Поэтому ваша осознанность, которую вы называете «я», это маленькая точка внимания. Рецепторное внимание. Всё. Это маленькая точка на огромном пространстве. Но представьте себе земной шарик, на который вы осветили лучом света. Всем это понятно, да? Вот, соответственно, вот это и будет ваша осознанность. Я не буду сейчас отвечать на ваши вопросы от слова «вообще». Значит, вот это технический момент. Что ещё по технической части? Значит, про копии сказал. Ну и, соответственно, самый главный момент – это история о... в каких парах с сокурсниками тоже. Вы меня с кем-то перепутали. В каких парах, Ксения? Мы в парах с сокурсниками ничего не отрабатываем. Никогда такого не было, и такого маразма не будет. Потому что вот эта отработка в парах – это чистой воды профанация из серии «Типа мы с вами что-то поняли». Я вам гарантирую, вот когда мы будем в школе проводить обучение, вот такого маразма я делать не буду. Знаете почему? Потому что можно посадить пару, ну типа сокурсников, и поиграться. Проблема в том, что вы поиграетесь в полную херню. Понимаете? Просто поговорите. Чё вы там будете обсуждать? Вообще не имеет отношения к вашему профессионализму. Вы можете нести полную дичь и ахинею, и подумаете, что вы отработали какую-то технику. Вот это большая ошибка когнитивной терапии в одной из тренингов по обучению. Типа в парах они что-то отрабатывают. Если отрабатывать в паре, то отрабатывать супервизором. Понимаете? Когда есть чётко обученный специалист, и соответственно, есть человек, который учится. Вот тогда работа в парах более-менее интересна и профессиональна. Соответственно, если это не так, то вы ничему не получите. Что ещё по технической части? Будут ли вопросы именно по технической части? Я вам рекомендую делать пометки. Я буду давать вам некоторые сигналы, на что надо обратить внимание. Рекомендую вам включить все ваши нейрофизиологические навыки. Соответственно, не надо ничего писать про комментарии, пожалуйста. Соответственно, лучше писать ручкой. То есть, вы будете видеть слайды, и вы будете ещё что-то для себя чирикать на своём листочке. Окей? То есть, не забывайте делать пометочки. Плюсик ставим, кто меня понял, и поехали дальше. Окей? Супер. Ну, прекрасно. Соответственно, ваши проблемы, будете вы там читать комментарии или нет, я скажу так. Так, упрашивать вас не писать в чате я не буду, потому что, если человек идиот, то это надолго, а с идиотами работать бесполезно, как показала годовая многолетняя практика. Соответственно, я скажу один раз. В чате вопросы пишем тогда, когда мы задаём вопросы по теме. Значит, если идёт лекция, и вы решили в чате что-то написать, в лучшем случае вы будете удалены из комнаты. Это в лучшем случае. В худшем случае вы будете заблокированы на 20 сезон и последующие. Вот. Соответственно, чат нужен для того, чтобы вы задали свои вопросы либо в промежутке занятий по какой-то теме, когда я попрошу, а не когда вы захотите. Надо уметь терпеть. Это один из важных навыков. И сдерживать свои эмоциональные порывы. Это тоже для многих очень важно. И уметь думать, а именно вспоминать, что я просил этого не делать. И во избежание блокировок, во избежание наложения санкций на таких тупых людей, чтобы такого не было, лучше не проверяйте мою как бы толерантность к вашему тупизму. Да? Потому что я к тупизму очень не толерантен. И вам не рекомендую тоже быть толерантным к нему. Иначе на вас просто будут ездить, как на пони. Соответственно, это важно. Значит, вопросы будем задавать либо в промежутке между темами, либо после занятия, как я и говорил, что у нас будут ответы на вопросы, мы добавим некоторое количество времени. Вроде по технической части сказал все. Значит, что мы с вами на первом занятии будем сегодня обсуждать? Значит, на первом занятии мы с вами будем обсуждать очень важную такую тему. Давайте я вам покажу некоторые слайды, по которым мы с вами сегодня пробежимся. Мы будем обсуждать диагностику, потому что здесь у нас есть люди из разных, скажем так, категорий. Здесь есть две категории людей. Первая категория – это люди, которые столкнулись с невротическим расстройством, так или иначе, по-разному проявляющиеся и по-разному сроку давности. И также здесь есть люди, которые просто хотят научиться управлять своими эмоциями и научиться не вестись на поводу своих эмоциональных неосознанных выборов и реакций. Соответственно, мы с вами будем выстраивать программу таким образом, что она будет подходить как людям, плюсик поставьте, кто это понял, пожалуйста, как людям, которые столкнулись с невротическим заболеванием, и так будет полезно людям, которые не знают, что такое панические атаки, ВСД, ОКР и прочее, но они просто хотят научиться управлять своими эмоциями и понять, какие обстоятельства могут сложиться в их жизни, что они могут, скажем так, выйти из себя. И чтобы этого не случилось, они здесь. Либо просто взять под контроль, под управление самого себя, это тоже очень важно. Особенно касается политиков, это касается дипломатов, это касается предпринимателей, это касается в принципе всех людей в рабочем и личном поле. Значит, начнем мы с того, что есть такой некий кодекс, который я попрошу вас для себя принять с первого занятия и осознать и, скажем так, зарубить себе на носу. Большинство людей считают, что реакция или настроение связано с плохой погодой, связано с какими-то обстоятельствами. И действительно большинство людей изначально считают, что их эмоциональное состояние, неважно какое, позитивное или негативное, связано с тем, что им что-то сказали или что что-то произошло. Вот так называемый стимул, да? Это могут быть слова, события или обстоятельства. А затем возникает некоторая реакция, да? Между в виде проявлений и последствий. Вот большинство людей считают, что их настроение и их эмоциональная реакция, она связана исключительно с обстоятельствами. Но я хочу, чтобы вы сегодня на первом занятии, так сказать, вводном, давайте сделаем его таким, вводным. Я, наверное, добавлю вам одно занятие, восклицательный знак ставим, потому что мне очень не понравилось, как моя техническая служба сработала, и мне не нравится, как это выглядит вот в таком формате, да? К сожалению, здесь есть тоже моя вина, что я доверился и не проверил, как это будет выглядеть. Но я, к следующему занятию мы исправимся, да? И это занятие у нас такое будет вводное, вот, а уже дальше у нас будет первое занятие, когда моя техническая служба наконец-то научится работать современно. А нам все говорит, что у нас охуенный маркетинг. У нас вообще маркетинга нет, понимаете? У нас как нет рекламы, так у нас нет маркетинга. Вот. И соцсети у нас никто не ведет. Хотя все думают, что я прям, блядь, занимаюсь соцсетями, маркетингом с утра до вечера. Вот мне просто делать больше нечего, блядь. Понимаете? Мы вебинары доиспор проводить не научились, блядь. Вот. И так далее. Значит, поэтому вернемся к нашему кодексу. С сегодняшнего дня вы должны четко понять, что вы сами выбираете то самочувствие, имеется в виду эмоциональное, относительно события. Вы выбираете, давайте это запишем, силу реакции, и вы выбираете срок. То есть, большинство людей крутят в голове определенные мысли или определенные воспоминания. Из прошлого. Почему он меня бросил? Надо было ответить, надо было сказать, надо было купить, надо было продать, надо было это, надо было то, может быть, надо было сё. Мы это крутим в голове. Да? Слушайте, я всё ещё так подумал, если вас подмывает отреагировать на то, что я говорю, вот ставьте просто восклицательный значок, если вам хочется как-то вот отреагировать, да? И я тоже буду видеть вашу реакцию какую-то. Но не пишите вопросы, окей? Так вот, большинство людей подмывает воспоминать что-то или подмывает уходить в будущее. А что будет, если, а как будет, если, а если у меня так, а если у меня так. И большинство людей не отдают себе отчёт, что их настроение и их эмоциональное самочувствие связано именно с этим, а не с обстоятельствами. Оно связано именно с тем, как вы в данный момент времени видите либо ретроспективу из прошлого, либо перспективу из будущего. Либо интерпретацию сейчас. То есть, по большому счёту, вся ваша понятие, всё ваше понятие настроения и эмоциональный, так сказать, фон, внимание, включая вегетативный в том числе, да, связан с когнитивным процессом. хватит писать в чате, вы сейчас нахер уйдёте отсюда. Если вас подвисает, купи себе, сука, нормальный интернет. Мне об этом писать не нужно. Раскошелься на нормальный интернет, и всё тебе будет хорошо. Но меня не отвлекайте, пожалуйста. Значит, у нас есть эмоциональная реакция, связанная либо с прошлым, либо с будущим, либо с настоящим. И вы выбираете, насколько глубоко и драматично вы будете эмоционировать, и сколько по времени. Проще говоря, если вас бросил парень, или вы вас уволили, или вы что-то вспоминаете, вы на самом деле можете выбрать, сколько вы об этом будете думать и как. И вот это очень важный навык. Очень важный навык. Потому что большинство людей пускают это на самотёк. Они вспоминают бесконечно, либо они бесконечно уходят в будущее. И вот это постоянное переваливание из бесконечного неконтролируемого воспоминания, либо бесконечных перспектив будущего и создаёт, как правило, ваша внутренний эмоциональный фон. Но вы не отдаёте себе в этом отчёт. Вы живёте в этом, как в реальности. Понимаете? Вы живёте в этом, как в реальности. И поэтому не можете этим управлять. Поэтому нам с вами нужно сегодня запомнить, что любое ваше настроение с 1 октября разочарование, гнев, обида, паническая атака, стревога, депрессия, уныние или ещё какие-то негативные отрицательные чувства, это не само. Это не автоматически. Ну, хорошо, автоматически. это не потому, что Петя что-то сказал или Петя что-то сделал. Это потому, что смотрите, между стимулом и реакцией есть выбор. И вот этот выбор и есть наша проблема. у кого у всех подвисает. Значит, напишите, кто видит нормально, пожалуйста. Замучили, реально. Напишите, у кого всё хорошо. Вот Влада считает, что у всех подвисает. Давайте это проверим. Вот вам, Влада, обратная связь. Поэтому на будущее, когда вы захотите проявить свой идиотизм и сказать «как у всех», я рекомендую вам вспомнить этот момент. И вы поймёте, что то, что у вас у всех, это ваша тупость, которую сейчас вы проявляете. Потому что вот вам сотни людей пишут, что у них всё прекрасно, что говорит о том, что у вас что-то не так с интернетом. Я уже это повторял и повторяю. Отвлекать меня по этому вашему тупизму не нужно. Повторять не буду. Пойдёте нахер. Продолжаем. Между стимулом и реакцией есть выбор. И мы должны будем с вами на протяжении всего двадцатого сезона и последующего учиться выбирать то, как вы будете реагировать в данный момент времени. Это не значит, что вы будете Далай-Ламой и вечно ходить как Будда принимать всё. Вовсе нет. Эмоциональный интеллект это не принимать всё. Эмоциональный интеллект это не популизм. Эмоциональный интеллект это не подставить правую щёку или там левую. да. Эмоциональный интеллект это осознавать причинно-следственную связь своих эмоций и реакций и выбирать реакцию в моменте. При этом вы можете выбрать и достаточно негативную реакцию. Вы можете выбрать поплакать. Вы можете выбрать побыть в беспокойстве. Вы можете выбрать повспоминать. Вы можете выбрать потревожить себя в том числе. Не без Из этого, особенно по ковиду, вы можете выбрать. Эмоциональный интеллект говорит о том, что мы можем сами это выбирать, отдавая себе в этом отчет по силе и по времени. Это очень важно понимать. Это такое первое вступление к тому, чем мы будем с вами заниматься. Надеюсь, вам понятно. Как это связано вообще с невротическими расстройствами? Это связано очень-очень-очень сильно. Значит, есть четыре основных проявления невротических расстройств. Телесное проявление, о которых мы сегодня поговорим. Эмоциональное проявление, о которых мы сегодня поговорим. Функциональное проявление и поведенческие проявления. Значит, давайте начнем с самого первого. Значит, все хотят знать, что такое ВСД и панические атаки. С этого обычно все начинается, да? И не просто так. Вот то, что мы называем телесным проявлением, является не что иное, как истинная активация вегетативной нервной системы. Берем ручки, пишем. Категорическая ошибка людей считать, что их активация вегетативной нервной системы является болезнью при определенных эмоциональных состояниях. То есть, люди думают, что у них есть некие симптомы, вегетативные дисфункции, и эти симптомы надо лечить. Это их фатальное заблуждение, которое направляет их по ложному пути и по ложному следу. Потому что эти люди пытаются лечить то, что лечить невозможно. Например, если вы сдаете экзамен и у вас потеют ладошки, вы же не будете лечить потоотделение ладошек. Если вы испытываете беспокойство и у вас потеют подмышки, вы не будете лечить потеющие подмышки. Почему? Потому что потеющие подмышки и ладошки – это активация вегетативной нервной системы. Но чего-то на экзамене вы не называете это симптомами. Понимаете? Почему? Вы не называете активацию вегетативную на экзамене, при прыжке с парашютом, при катании на американских горках, при первом свидании, при физической пробежке, физической нагрузке, при каком-то сдаче важного проекта. Вы не называете это симптомом до тех пор, пока вы не узнали об этом, что это бывают симптомы. Типа, ну какие-то дебилы, а в интернете про это расскажу. У них симптомы. Вы видели, что у них у них симптомы, которые не лечатся. Они не не лечатся. Они невозможны к лечению только поскольку первичная моча, ее выделение, не является симптомом. Это является физиологией. Ваша тахикардия, синусовая, во время беспокойства, это нормальные вещи для беспокойства. Ваше повышенное количество экстрасистол, от слова систола, это нормальное явление при определенных эмоциональных изменениях. Ваше нарушение ощущения дыхания, это естественные вещи при регуляции диафрагмы. Сейчас мы об этом будем говорить. Ваш понос – это нормальные вещи в физиологии при беспокойстве, которые досталось вам еще от древних животных, которые срали, когда на них нападал зверь. То есть, подавляющее большинство людей базово пошли в интернет, прочитали пару имбецилов, которые назвали это симптомы ВСД и пытаются лечить симптомы ВСД. Это то же самое, что вы пришли в группу сдавать экзамен, сказали, здравствуйте, у меня симптом, потеют ладошки, вылечите меня. Что вы скажете такому человеку? Вы такому человеку скажете, что, зайка, ты нервничаешь, поэтому у тебя потеют ладошки, да? И тебе скажут, что вот сдашь экзамен, перестанешь нервничать ладошки, перестанут потеть. Ага. Проблема невротических пациентов заключается в том, что они не понимают, что их потеющие ладошки, дыхание, тахикардия, экстрасистолы, понос, запор, головокружение, слабость, шаткость, вялость – это нормальная телесная реакция эмоциональных состояний. И я прошу это зафиксировать. Это не симптомы. Это нормальные, сопутствующие, физиологические состояния при наличии определенных эмоциональных аспектов. Ровно так же, как при экзамене тахикардия, сухость во рту, сбивчатое дыхание, позывы в туалет, потеющие подмыхи, где капли просто льются, да? И ладошки не являются симптомом. Оно является проявлением эмоционального состояния. Но только, блядь, у невротиков эти же самые физиологические аспекты являются, знаете ли, симптомами, которые они героически, блядь, не могут вылечить. Удивительно почему, правда? Поэтому первый тупизм, который вы должны запомнить на всю жизнь, это то, что у вас нет симптомов ВСД. У вас есть физиологическое проявление вегетативное, эмоционального какого-то расстройства, основного расстройства, которое называется тревожные невротические смешанные расстройства. И лечить надо основное невротическое расстройство, а не тахикардию. Ровно так же лечить надо не потеющие ладошки на экзамене, а ваш уровень беспокойства на экзамене. В ряде случаев ваша особенность анатомии вегетативно-нервной системы не будет позволять вам вылечить полностью ладошки. Например, вы можете быть пиздец какой рациональный на экзамене с точки зрения беспокойства и не сильно нервничать, но ваши подмыхи все равно намокнут. Напишите плюсик, кто так. Он не сильно нервничает, он переживает, но не так, что до трясучки, но подмыхи все равно капают. Почему? Хотя уровень беспокойства не такой высокий. У вас подмыхи капают, потому что так устроена ваша вегетативная нервная система лично у вас. И в то же время есть люди, которые испытывают сильное беспокойство, и их подмыхи сука сухие. Ответ очень прост. У каждого человека есть собственный баланс симпатической и парасимпатической нервной системы. У кого-то больше в симпатическую, у кого-то больше в парасимпатическую, то есть у кого-то больше разгоняется, у кого-то больше тормозится, у кого-то преобладает это, у кого-то преобладает то. У кого-то больше идёт по кишечнику иннервация, у кого-то больше идёт по кожным покровам иннервация, у кого-то сразу в туалет тянет, кому-то сразу высыпание по коже, у кого-то потоотделение. У всех разная иннервация, понимаете, да? Соответственно, точно так же у всех разное проявление. Кому-то достаточно чуть-чуть понервничать, и всё, у него, значит, желудок, живот, подмыхи, он весь вегетативно в напряжении, а у кого-то, знаете ли, достаточно сильный эмоциональный стресс, у него только давление поднимается, он кричит, как потерпевший. Но при этом у него подмышки сухие. Даже на примере этих несчастных подмышек можно уже, понятно, сделать вывод какой, что мы все разные, и не надо называть потеющие подмышки симптомом. Но в лучшем случае назовите это вашей особенностью, при беспокойстве, окей? Все поняли? Поэтому с сегодняшнего дня ни одна скотина, блядь, не назовёт, что он болеет ВСД на этом курсе. Все поняли это? Вы не болеете и не болели никаким ВСД. Вы имеете какую-то эмоциональную проблему, которая проявляется абсолютно нормально в виде вегетативных регуляций. И лечить это не надо. Потому что лечить надо то эмоциональное состояние, с которого всё началось. Надеюсь, я исчерпывающе ответил на этот вопрос. По скриптум. Почему в интернете так много долбоёбов, которые пытаются полечить вегетативную нервную систему? Вот если вы посмотрите на наш слайд, и вы увидите, что вегетативно-нервная система иннервирует все органы и системы. Глаза, подчелюстные железы, сердце, лёгкие, желудок, кишечник, печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь, матку, кожу только. Здесь вот кожа, к сожалению, не указана. То есть, список иннерваций настолько огромный, что и проявление вегетативной иннервации такой же огромное. Теперь понятно, почему такой широкий список симптомов, блядь. Нет, вопрос нельзя. Окей, температура повышается, потому что так же регулируется вегетативная нервная система, тут нет ничего необычного. У кого-то повышается, у кого-то нет. У того же, у кого подмышки мокнут, и подмышки не мокнут. Хватит мне задавать вопросы про вот эту вашу вегетативную свистопляску. Если сейчас начнутся вопросы про, а у меня это мокнет, блядь, а у меня это тоже, да, вот этот тупизм оставляем за бортом. Здесь тупых людей нет. Это школа, сука, эмоционального интеллекта. Вот эту деградирующую историю про, а чё это, у меня там это, чё-то стучит, блядь, это чё, вот это не здесь. Ага. Здесь максимальное включение внимания и логики, самокритики и анализа, а не ваша вот эта интернет, блядь, попсятина. Под названием «Давайте все поговорим, что у нас, блядь, одна и та же заболевание». У вас заболевание действительно одно и то же, называется эмоциональное расстройство. А вегетативная система у вас иннервируется у всех одинаково, поэтому у вас у всех оно по-разному и у кого-то похоже. Потому что если у человека потоотделение, то, блядь, оно у всех потоотделение при беспокойстве. У кого-то нет, у кого-то меньше. А у тебя сколько пота капает, блядь, одна капля или три? Ой, ты знаешь, у меня просто увлажняются. А у меня, знаешь ли, капает. Скажи, пожалуйста, а ты, понос у тебя, вот он с пенкой или он просто вот как бы вот просто жиденько? О, знаешь, у меня с пенкой, блядь, да это с пенкой. Так, блядь, понос с пенкой. Ага, ВСД, ага, да. Как лечить понос с пенкой? Знаете, если вы настолько тупы, что готовы в это вот так выгрызаться, но тогда, скорее всего, психотерапия с вами не получится по определению того, что нету субстрата для психотерапии, то есть мозга, да? В соответствии, но предзываю вас всех включить внимание и включить очень жесткую самокритику к себе и к тому, что вы делаете. Это фундаментально, понимаете? Без этого не получится управлять своим состоянием. Вы будете вечно вскатываться в дебилизм. От слова дебил. Если вы хотите позволять себе скатываться в дебилизм, окей, ваше право, но делайте это осознанно. Вы говорите, я сейчас буду играть в дебила. Симптомы ВСД, лечение. И на полночи. Играйте в дебила сколько угодно. Но тогда отдавайте себе в этом отчет. Идем дальше. Второй компонент, который, естественно, находится синдром, так сказать, совокупность симптомов и жалоб пациента, это эмоциональный компонент. И, как правило, мы дифференцируем четыре основных синдрома комплекса, которые являются вторым эшелоном жалоб. Сначала пациенты жалуются на вегетатику, да, а затем пациенты жалуются на эмоциональное то или иное состояние. Значит, не надо, Сергей, комментировать ничего, пожалуйста. Значит, первое – это общее тревожное состояние. Это паника, депрессия и навязчивые мысли. И, безусловно, об этом мы тоже поговорим на следующем занятии, наверное, более детально, более предметно по каждому из этих пунктов. И я еще раз напомню. Значит, чем отличается одно от другого, я, наверное, скажу, потому что здесь, возможно, есть новички, которые совсем сырые в этом смысле. Тревога – это всегда про будущее. Запомните раз навсегда. Тревога – это всегда про те самые… Помните, я вам в самом начале говорил про вот это вот. Тревога – это всегда про какой-то стимул в будущем, которому у вас есть выбор определенно думать. Тревога – это всегда про будущее. Поэтому первая вам такая небольшая подсказка. Если вы боретесь с тревогой, то бороться надо не с тревогой. Бороться надо с тем образом из будущего, который вы себе постоянно рассказываете. Ага. То есть не с самой тревогой, а с тем, как вы ее создаете. И мы этим и будем заниматься на сезоне. Это так сейчас вводное. Второе – паника. И здесь надо отдельно будет заострить внимание. Панические атаки. Значит, проблема панических атак не в панических атаках. Давайте это запишем, потому что я знаю, что здесь есть коллеги, и им это очень понадобится. Значит, панические атаки имеют проблему в диагностике. Потому что когда вот ваш покорный слуга начинал работать в 2011 году публично и с 2008 года не публично... Так, Вячеслав, вы нас покидаете, я так понимаю, да? Как это сделать? Как удалить человека из чата? Вот так? Изолировать, пользоваться, удалить этот комментарий. Значит, еще кто-нибудь задаст свой вопрос, пойдет дальше. Что я говорю? Про панические атаки. Значит, вы не понимаете, да? Я понял. Но еще раз что-то напишите, будете исключены. Значит, я повторять не буду. Вот я тот человек, который повторять может много, но до определенного момента. Значит, про паники. Проблема в том, что когда ваш покорный слуга в 2011 году начал работать публично, все бегали с ВСД. Значит, потом люди поняли, что у них бывают панические атаки. Сегодня у всех одни только панические атаки. Значит, одна из проблем панических атак сегодня в 2020 году заключается в том, что в большинстве случаев это не панические атаки. В чем проблема? Проблема заключается в том, что, скажем так, как упражнения, которые я тоже для вас повторю на этом курсе, по отработке привычки себя пугать, не имеют отношения к терапии тревоги. А терапия тревоги не имеет отношения к терапии привычки себя паниковать. И что получается? И получается, люди, которые жалуются якобы на панические атаки, на самом деле испытывают не панические атаки, а высокий уровень тревоги, неправильно жалуясь или попадая на людей, которые не умеют дифференцировать, им даются упражнения для панических атак, для привычки себя пугать, и, собственно говоря, они пытаются выполнять упражнения для панических атак, тогда, когда у них на самом деле высокий уровень тревожности. И понятное дело, что упражнения для панических атак не помогают просто при высоком уровне тревожности, потому что провокация, усиление, 33 и прочие технические аспекты, привычки работы с рефлексами себя пугания и терапия тревоги – это вообще разные берега. Вот юг и север. И поэтому это часто для пациентов неэффективно. Они разочаровываются и не могут понять, что у них не получается справиться с паническими атаками. И они бегают своими паническими атаками, в кавычках, как с бешеной тормой. На самом деле у них тревожность высокая. И ровно такой же парадокс случается в обратную сторону. Когда человек испытывает истинные привычки себя пугать, но не делает или не получает должных упражнений ситуационных и психологических для купирования привычки себя пугать. И вот тут возникает одна из глобальных сегодняшних проблем. Давайте сразу отвечу тогда наверняка вопрос, чем отличается тревога высокая от паники. Значит, смотрите, все очень несложно. Как понять, высокий уровень тревоги или это паническая атака? Очень просто. Во время панической атаки работают два важных маркерных фактора, без которых нельзя сказать, что это паническая атака. Но проще говоря, если хотите, то при диагнозе паническая атака должно быть два клинических критерия. Окей? Первый клинический критерий какой? Это выброс адреналина. И второй клинический критерий – это сработающий, сработавший инстинкт самосохранения в виде поведенческого спасения. Я еще раз повторю. Я на следующем занятии об этом буду говорить более подробно и покажу вам слайд по работе с паническими атаками более подробно. Сейчас у нас вводные. То есть для панической атаки должно соответствовать два критерия. Это инстинкт самосохранения с поведенческим моментом под названием «побежали», «спасаемся», это скорые, врачи, мамы, папы, телефоны, корвалолы, таблетки. То есть человек должен побежать. Это работа инстинкта самосохранения, которая имеет второй фактор, безусловно, сопутствующий – это выброс адреналина. Адреналин без инстинкта самосохранения не гуляет. Ровно так же, как одно не гуляет без второго. Соответственно, сам термин «пэник-атак» – это поведение человека в инстинкте самосохранения, обусловленной работой адреналина. Не бывает панической атаки без адреналина. Не бывает панической атаки без инстинкта самосохранения. Вот всё, что касается тревоги, нарастающего беспокойства, какого-то неусидчивости, потения, какого-то вегетативного ощущения – это всё высокий уровень тревожности и высокая стимуляция вегетатики при наличии высокого беспокойства или себя пугания, что создаёт высокое беспокойство. А сама паника – это то, когда вы из метро побежали. Или когда вы зажались в угол со словами «всё, вы помираете на 100% уверенно». Или когда у вас вот это состояние, когда вы были уверены на 1000%, что вы вот-вот умрёте. Или когда вы просто начинаете звонить, спасаться, вода, корвалол, валидол и так далее. Вот это приступ панической атаки. Забегая чуть-чуть вперёд, для панической атаки очень характерно поведение. То есть, очень должно быть чётко понятно, что человек делал во время панической атаки. Потому что именно то, что человек делает во время приступа паники, и будет очень важным для терапии. Но об этом мы поговорим на следующем занятии. В отличие от тревоги. Потому что тревогу создают определённые проекции будущего в определённом ключе. А инстинкт самосохранения и запуска адреналина задают определённые интерпретации, когнитивные в том числе. Но это разные вещи. То есть, ещё раз повторяю. Паническая атака – это, ну давайте так назовём это, привычка пугать себя. До паники. А тревога – это вяло текущее общее состояние, сопровождающееся вегетативным и сопровождающееся психоэмоциональным поведением и фоном. То есть, паника – это эпизодическое себя пугание, и тревога – это некая такая вот боковичок, вяло текущее состояние, которое изматывает. Депрессия. Значит, с депрессией всё немножко сложнее. Потому что есть истинные депрессии, которые находятся вне в рубрике неврозов, а находятся в отдельной рубрике. И есть виды невротических расстройств, которые маркируются как смешанные тревожно-депрессивные расстройства. Что вам надо знать, чтобы без лишнего? Очень важно понимать, что депрессия может быть первичной или вторичной. Так сказать, доминирующей или последствующей. Соответственно, если мы говорим про неврозы, то в большинстве случаев мы имеем сначала какое-то эмоциональное расстройство. Например, от девушки ушёл парень. Или парень не умеет жить самостоятельно. Или девушка не умеет принимать решения. Или человек не может добиться определённых результатов в жизни. Это вызывает у него определённое эмоциональное состояние. Он выходит в определённое беспокойство. Это дело хронифицируется. Приобретаются сопутствующие вегетативные абреакции. Приобретается хроническая тревожность. Приобретаются пикообразные привычки себя паниковать. Он пытается лечить ВСД. Пытается лечить панические атаки неправильно. Пытается всё это как-то утилизировать. Это ничего не даёт результата. В результате чего он начинает сам себя депрессировать, что, кажись, всё, жизнь закончена, всё плохо, всё печально, всё, значит, там ужасно, никогда ничего не поможет. И вот это никогда ничего не сможется, не сбудется, всё, жизнь под откос. Это механизм самодепрессирования, который прикрепляется вторично. И тогда мы говорим о том, что это вторичный депрессивный эпизод по наличию неизлечимого, так сказать, невротического состояния. Хотя человек просто им не занимался. Или занимался неправильно. А бывают депрессии, которые являются первичными. или истинными, которые бывают психогенными, эндогенными. Но мы сейчас не будем про это углубляться, потому что это отдельная тема и вообще отдельный большой блок. Потому что депрессии – это не невроз. А невроз – это не депрессии. Ровно так же, как психоз – это не невроз. И депрессии – это не психоз. Это разные нозологические единицы и классификации. И они имеют совершенно разные очертанные симптомы, терапию, диагностику и так далее. Значит, на этом курсе мы будем, безусловно, говорить о механике самодепрессирования. И, безусловно, опять же, от своего выбора вы тоже будете отталкиваться. Будете ли вы самодепрессировать себя, выбирать? Или будете ли вы паниковать себя, выбор останется за вами. Вам придется этот рычажок нарастить выбора. И я – человек, который будет этому всячески способствовать. Ну и четвертое. Сопутствующее состояние или синдром для людей с тревожными неврозами – это навязчивые мысли. Так называемые обсессии. Обсессии – это такая фантасмагория, когда человек умудряется, будучи безумно нормативным, правильным и задроченным, предъявить к себе же предъяву про то, что он думает. Выглядит это примерно так. А вдруг пойдет дождь? А что я подумал, что пойдет дождь? Блин. А что я подумал, что дождь-то пойдет? Ведь если пойдет дождь, это ужасно. Блин, сейчас вот точно дождь пойдет, и я промокну. А если промокнуть дождь, а если промокну, то я заболею. Нет, надо думать о дожде, а то вдруг он пойдет. Что я вообще о дожде думаю? Нет, дождя быть не должно. То есть, метафора обсессии заключается в том, что человек предъявляет претензию к тому, что он думает о чем-то. Например, кто-то может думать о каком-то человеке, или о родителях, или о каком-то действии, о каком-то поступке, о каких-то желаниях сексуальных, или о каких-то фантастических страшилках из серии «Убить», «Покончить с собой», «Расчленить». Я вам могу перечислить все, что вам приходит в голову. Вы тут сильно не очень умны. Перечисляю. Заболеть шизофренией, стать проституткой, стать лесбиянкой, геем, сифилис, спит, ВИЧ, заебашить детей, покончить, расчленить родственников, или просто, в принципе, совершить некотролируемый поступок. У вас на больше фантазии не хватает, понимаете? Все. Дальше, в принципе, ходить нельзя. Почему я сейчас перечислил все об этих людях? Потому что все, что я перечислил, это область фантазии человеческой натуры. Это не заболевание. Но это область того, что может нафантазировать себе человек и охуеть от этого. Человеку же не приходит в голову пофантазировать о том, что он возьмет кокосовый орех и разъебашит кокосовым орехом кому-то голову. Почему? Вот сейчас подумайте, пожалуйста. Почему у вас, у людей с обсессиями, с навязчивыми мыслями, не приходит в голову взять кокосовый орех и кому-то разбить голову кокосовым орехом? Почему ножи? Почему балконы, веревки? Почему не кокосовый орех? А почему вам не фантазируется, что вы посадите кого-то на тростник, на, я не знаю, там, на бамбук, а вдруг я посажу своего ребенка жопой на бамбук, и она будет страдать и мучиться, пока он будет прорастать. Почему не приходит это в голову? Не задумывались? Запоминайте. Потому что проблема этих пациентов не в том, что они думают, а проблема этих пациентов в том, что то, что у них под руками, то, что у них социально, так сказать, вероятно, они к этому применяют фантазию из серии «Как я сейчас буду плохой матерью, плохим отцом, плохим мужем, плохой женой». Именно поэтому очень многие родившие девушки заболевают в кавычках такими страшилками. Они метафорично говорят себе, как, вот, знаете, это выглядит так, приходит такой мозг и говорит, так, как, чего бы ей побояться? Она у нас, значит, боится быть плохой мамой, что она не справится. Так, как бы она могла не справиться? Давай подумаем, как бы она могла не справиться. О, ебать, 12 этаж. А чё бы тебе не выкинуть ребёнка с 12 этажа? Страшно? Страшно. Плохая мать? Плохая. Команду в голову. А если ты выкинешь ребёнка с 12 этажа? О, блядь, 12 этаж. Второй день мозг такой сидит, как бы её, блядь, попугать? Как она будет хуёвая и всеми осуждённая, значит, падшая женщина? О, так она ж завтра готовит. Ножи. Как удобно. Команда в мозг. А если ты возьмёшь нож и переебашешь всю свою семью? То есть, вы начинаете в предметах, которые вас окружают, в инфраструктуре, которая вас окружает, продавать себе идею, как вы сейчас будете пиздец, какой плохой и невменяемый. И боитесь этого. А потом рассказываете ещё себе, что, скорее всего, я этого хочу. И чтобы это не сделать, вы начинаете связывать себе мышление со словами так, не думать о ножах, блядь, не думать о балконах, не думать об этом, потому что если я сейчас сорвусь и начну об этом думать, и начну, то я, блядь, точно это сделаю. По принципу физики сила сопротивления, сила действия равна силе противодействия. Чем сильнее вы будете сопротивляться истории про ножи, про ребёнка, про балконы, тем сильнее вы будете напрягаться. Но метафора терапии, мы об этом поговорим на следующем уроке, да? Это сейчас про так же, сейчас пойдёте нахер отсюда. Начинается, вот это ваше любимое, блядь, а это так же? А это вот тоже так же? Нахер с пляжа, я сказал. Идите нахер на свой форум. Нахер отсюда на свой форум. Виктория, Настя и Афанасий, блядь, съебались отсюда на свой форум по ВСД, блядь, там обсуждаем это. Так вот, про обсессии мы поговорим в следующий раз. Понятно, да, что это тоже фантазия ума. И это история именно про это. То есть, как правило, лечение их достаточно несложное. Там есть две категории, две, простите, фазы терапии. Первое, это научить людей понимать, что эти ножи и эти фантазии являются просто предметами быта, как метафора. И второе, это самая основная проблема под названием нормативности, под названием почему я стану плохой девочкой. Но об этом тоже чуть попозже. Значит, идем дальше. Следующий синдромокомплексы это функциональные поведенческие. А значит, функциональное проявление невротических расстройств. Это астения, дисфункция вегетативной нервной системы, центральная нервная система, дисфункция органов и систем, безорганной патологии. Что здесь имеется в виду? Значит, здесь имеется в виду то, что, как правило, все невротические пациенты имеют сопутствующую астеническую компоненту. Что такое астеническая компонента? Астеническая компонента это ощущение слабости, вялости, перепада настроения, повышенная утомляемость от перепадов настроения, ощущение такое вот сравнимо с перенесённой тяжёлым гриппом, когда вы вялый, когда вы слабый. Здесь же может подниматься субфертильная температура или, наоборот, понижаться температура ниже тридцати, там, шести градусов. Возникает различная дисфункция у органов в виде диареи, поносов, болевых синдромов и так далее. тахикардии, экстрасистолы, ощущение неполного вдоха, выдоха, камы в горлах и так далее. Почему такое возникает функциональное состояние? Вернёмся к этому слайду. Это возникает, потому что, если вы посмотрите на позвоночник, видите такие точечки, синенькие большие точечки и точечки вдоль позвоночника, видите, это так называемые вегетативные нервные узлы, которые располагаются у нас в аккурат вдоль оси. Здесь, в солнечном сплетении, ближе к желудку и ближе к мочевому пузырю. Ничего не напоминает? А я вам подскажу, что вам напоминает. Это ваши, блядь, чакры. Ага. То есть, то, что некоторые люди с припязнью назвали чакрами, на самом деле в науке называются вегетативные нервные узлы. Их можно назвать сплетением. Помните, это солнечное сплетение? Вот это туда. Это такие сплетения, которые иннервируют каждую свою зону. Эта часть вегетативного сплетения иннервирует эту зону, эта часть вегетативного сплетения иннервирует эту зону, эта часть вегетативного сплетения иннервирует желудочно-кишечную, и это тракт мочевую и репродуктивную. Соответственно, у каждого человека есть собственные особенности иннервации, как мы говорили выше. У кого-то больше иннервируются нижние сплетения, так называемый нижний бриччатый узел, у кого-то там другой узел, у кого-то это. И поэтому у кого-то больше отображается типа кома в горле, у кого-то больше функциональной тахикардией, экстрасистола, у кого-то больше боли желудки, кишечники, диареи, запоры, у кого-то болезненные месячные леонарии, у кого-то там и прочие-прочие сопутствующие боли в животе, эпигастреи и репродуктивных органов. Соответственно, это связано не с симптомами ВСД, это связано с тем, что у каждого человека по-своему иннервируется вегетативно-нервная система в той или иной, напишите плюсик, кто это понял наконец-то, в той или иной компоненте. Это не связано с засорением чакры, это не связано с застоем энергии в чакре, это связано с особенностью наследственной генетической иннервации вегетативно-нервной системы. Ну, простите меня, кого-то пробивает на понос, а кого-то на понос не пробивает. Давайте вот так откровенно. Вот кто-то потеет, а кто-то нет. Кто-то по туалетам, а кто-то не по туалетам. Это особенность, и это не про эзотерические чакры. Это исключительно история физиологии. И я предполагаю, что вот эти узлы, брючатые и прочие, вегетативные, они имеют определенную тепловую конституцию, да? И наверняка в каких-нибудь сенсорах они светятся, как тепловые пятна. Здесь, здесь, здесь и здесь. И я думаю, что когда люди увидели, как светятся вегетативные, нервные, вегетативные сплетения, они подумали, что это сгусток энергии, блядь, светится. Но люди тупенькие же. Вот, соответственно, им же надо что-то попридумывать-то, да? Чтобы нарисовать себе какую-нибудь мистическообразную историю. Соответственно, скорее всего, от этого и пошла эта история. Потому что можно даже проэкспериментировать, просто-напросто влезть и повредить этот брючатый узел, и удивительным образом у вас перестанут работать органы определенного отдела. Вы можете укачаться своей чакру, вы ничего не сделаете, если я вам скальпелем перережу определенную нервацию органов. Вы можете качать чакру медитациями, вы можете, блядь, призывать всех богов всей планеты, если я вам перережу и иссяку определенную нервацию, вы ничего с этим не сделаете. Но сейчас мы не будем совсем рушить иллюзию людей про все эти вещи на первом занятии, а то им будет неинтересно. Значит, понятно, да, что такое функциональное. Почему я здесь заострил внимание на астынию? Давайте это запомним. Именно с астынии проявляться начинают вот эти наши с вами, простите, я вернусь, вот эти наши с вами первые функциональные телесные состояния. То есть у нас сначала возникает какая-то слабость, вялость, тихикардия, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И именно с этого и начинаются все наши замесы со словами «Чё это со мной?» Поэтому правильно неврозы называются функциональными обратимыми расстройствами. То есть они затрагивают функцию, но они не затрагивают орган. То есть кишечник воду отдаёт? Отдаёт. Понос есть? Есть. А язва нет. Тихикардия есть? Есть. Экстрасистолы дополнительные? Есть. Есть. А ишемической болезни, органной патологии сердца нет. Головокружение, слабость, шаткость есть? Есть. Неврологическое обследование без особенностей. То есть функция органов и систем усилена, а как бы, как сказать, органной патологии нет. Так, я понял. Вячеслав всё-таки решил покинуть нас. И это печально. Как это сделать? Ис. Айс. Ну, надеюсь, я это сделал. Вот. Значит, четвёртое. Поведение. Что здесь имеется в виду? Значит, давайте кое-что запомним. Поведение в невротических расстройствах – это такой собирательный момент, который можно разделить условно на защитные поведенческие механизмы, да, так сказать… Сейчас, подождите. Роберт, удали, пожалуйста, Рачкова Вячеслава с 20-го сезона. Полностью. И верни ему деньги, пожалуйста. И заблокируй его на все последующие курсы. Спасибо. Значит, продолжаем. Простите, пожалуйста, я отвлёгся, но, видимо, человек как бы не хочет заниматься, и, собственно говоря, ему здесь не место. Значит, поведение. Защитные поведенческие механизмы, которые мы с вами будем предельно изучать. Внимательно, потому что вообще, в принципе, невроз – это одно сплошное выученное защитное поведение против чего-то, что мы не можем допустить. Или против того, что для нас болезненно. Помните, я вот разбираю сериал «Триггер». Вот всё, что проявляется – это то защитное поведение, что не допускает контакта с каким-то больным моментом. И вот этот момент, он очень важно, его важно очень понимать, да? Потому что, разбирая защитные механизмы, мы начинаем брать под контроль эту историю. Второе – это социальное поведение. Это касается эмоциональных решений, это касается срывов, это касается импульсивных действий, это касается каких-то скандалов, каких-то ажитационных вмешательств в чью-то жизнь и так далее. И ритуалы для снятия напряжения. Это, опять же, повествую историю ОКР, помните, да? Это про перешагивание, перепроверки, это про подрочить, это мастурбация имеется в виду, это про всё, любые привычки, которые снимают напряжение. Мастурбация – это чистой воды психорефлексорная привычка снятия напряжения. Проверка дручек, проверка дверей, проверка форточек, газа, света. Она иррациональна по своей сути, но она является автономным рефлексом, потому что есть напряжение, действие, напряжение упало. Напряжение, действие, напряжение упало. Всем понятно? Плюсик ставим, кто понял. То есть ритуалы жизни у ОКРщиков или в целом у невротиков – это способ привычно снизить напряжение. И таких ритуалов у нас великое множество. Мы тоже их будем изучать. Какие-то ритуалы вы оставите в своей жизни, какие-то ритуалы вы исключите. Тут уж вы сами будете решать, как говорится, какие ритуалы вам прикольны, какие нет. Вот у меня, например, есть ритуал «Я курю кальян». С точки зрения психотерапии – это компульсия. То есть это выученный поведенческий паттерн в определенных условиях. Только это условие не ярко выраженного стресса, а это условие времяпрепровождения, которое ассоциируется у меня с расслаблением. То есть, например, я не курю кальян, когда я работаю, потому что кальян у меня является стимулом к моменту жизни, когда я не работаю. То же самое я не дрочу, когда я работаю, потому что это немножко другая история. Ну, вы понимаете, да? Соответственно, это важно понимать. Идем с вами дальше. Значит, напоминаю, что у нас вводное занятие. На следующем занятии мы будем разбирать методологические особенности работы с паническими атаками и СОКР. И дальше пойдем уже по преамбуле управления эмоциями. Всем это понятно? Ну и последний слайд на сегодня, и мы будем подытоживать. Значит, в чем проблема терапии невротических расстройств в этом смысле? Значит, телесные реакции, страх и паника, и обсессии, и компульсии, вот как вы видите, это поверхность. Я надеюсь, что вы понимаете, что это типа айсберг, да? Ребят, похоже на айсберг? Мне кажется, это зуб. Ну, это не зуб, это айсберг. В общем-то, надеюсь, что понятно, что вот верхняя часть – это верхушка, а все, что ниже – это, собственно говоря, скрыто под водой, да? Значит, обычно на поверхности… В чем проблема терапии невротиков? На поверхности только вегетативное, на поверхности только потоотделение, тахикардия, тревога, паника, головокружение, на поверхности только тот функционал, который вас заебал, да? И это нормально. То есть, на поверхности только это. И самая большая проблема – поверить и подумать, что это вся проблема. Безусловно, это мешает качеству жизни. Безусловно, это пугает от незнания. Ведь благодаря, например, каналу Невроза Мегаполиса, многим из вас в свое время стало легче. Поняли почему? Вы были на этапе верхушки айсберга, и вам было пипец как херово, потому что вы не понимали, что с вами, вы не понимали, откуда, вы не понимали, что это. И когда вы посмотрели несколько лекций моего канала, вам стало полегче. Не потому что я вас вылечил, а потому что вам объяснили, что с вами происходит. И вам стало попроще. Но это не значит, что вы от Невроза вылечились. Это значит, что вы просто успокоили себя на этапе самообразования. И это важный первый этап. Поэтому телесные реакции, страх и паника, сюда же панические атаки, всякие ритуалы, перепроверки, мытье рук, проверки этого и этого, это все начальный первый этап. Портрет моих клиентов давно изменился. Раньше у меня клиенты были вот только с этим, да, вот с телесными реакциями. Но сейчас подавляющее большинство людей, которые приходят на сезоны, и наш сезон будет подавляюще большинству, посвящен именно этому, это уже то, когда у человека нет привычки себя паниковать, но у него есть тревога, у него есть вегетатика, у него есть вся вот эта, собственно говоря, концепция и телесное проявление, плюс их ставим, у кого это есть, и тревожное, и какое-то там эмоциональное, и в целом какое-то беспокойство, функциональные, какие-то механизмы, да, но он уже себя не паникует, он уже понимает, что это называется невротическим расстройством, что это эмоциональное, что надо заниматься своими эмоциями, но у него что-то не получается. Вот в основном здесь такие люди. Что кроется уже чуть ниже ватерлинии, это история, пишем, триггеров, тех самых триггеров. В клинике неврозов это называется причины и поводы. Как вам кажется? События и реакции, что причина, а что повод? Ну, безусловно, события в жизни – это поводы. То есть те события, которые происходят у нас в жизни – это поводы, так называемые триггеры, в НЛП якоре, в физиологии стимулы, да? Нет, события – это не причина. События – это повод. Катя, внимание. События – это поводы. Измена мужа – это повод. Увольнение – это повод. Ковид – это повод. Посыл нахуй – это повод. Я не знаю. Разные поведения людей, родителей и так далее, мужа, жены, беременные восьмиклассницы – это все поводы. А причина реакции на эти события кроется в нижней части айсберга. Это формирование сверхценных потребностей. Проще говоря, то, что для вас является поводом к определенной реакции, для другого человека. Не повод к такой реакции. Я надеюсь, я понятно объяснил. Но, проще говоря, не каждая девушка от одной и той же жизненной ситуации выйдет в одинаковую реакцию, потому что у них разные причины на реакции. Но, проще говоря, если трех девочек бросит парень, событие – одно, а реакция будет разная, потому что у каждой из трех девочек формируется собственная сверхценная потребность из детства. И именно то, каким образом вы сформировались, как в кавычках «личность» в детстве, внимание, я прошу это зафиксировать, и будет отвечать на вопрос, почему именно это событие в жизни для вас является таким болезненным. «Соответственно, терапия неврозов – это не рассказ о ВСД и панических атаках, это не рассказ о симпатической парасимпатической, это не рассказ о том, что вы не умрете, не задохнетесь, это не рассказ о том, что вам надо прорабатывать мировоззрение. Терапия неврозов, истинная терапия неврозов, даже не в убеждениях должествованиях. Она заключается в том, что у каждого человека есть свое детство, в котором помимо убеждений формируются определенные психотравмирующие триггеры и психотравмирующие ситуации, и определенный склад из этих формирований. Именно этот конгломерат, частью которого является убеждение, и будут отвечать, почему для вас именно эти события жизни так или иначе стали такими эмоциональными. Следующее пишем. Я здесь, по-моему, этот слайд не сделал. Да, не сделал. Это будет в следующем разе. Пишем. Неврозы бывают трех основных течений. Реактивные, накопительные и хронические. Реактивные, накопительные и хронические. Вот смотрим на модель айсберга. Как вы поняли, что у каждого человека есть формирование сверхценных потребностей, в которые входит конгломерат убеждений, поведение родителей, самооценка, нюансы и комплексы, бла-бла-бла. Мы все это будем изучать на 20 сезоне. Добро пожаловать. Но у каждого человека возникнет развилка. Помните, там налево пойдешь, коня потеряешь и так далее. Развилка какая? Не у каждого человека случится череда событий, которые попадут в болезненную часть формирования сверхценных потребностей. Я надеюсь, я понятно объясняю. Ну, проще говоря, представьте себе девочку, у которой очень поврежденные отношения с отцом, и там очень много комплексов, и там все плохо. Но у нее так фортануло, что у нее охрененный муж. У нее охрененная семья, у нее охрененные родственники по мужу, и муж полностью идеальный, она никогда не столкнется с неврозом в этой концепции до тех пор, пока муж жив. То есть, мораль сей басни какова? Человек может носить в себе сверхценную эмоциональную проблему с конгломератой из детства, и она никак не будет отсвечивать много-много лет до тех пор, пока в жизни не случится именно тот триггер, который запустит эту цепную-полицепную реакцию. Поняли? Вообще, в принципе, у нас в организме очень много таких вещей, и неврозы тут не исключение. Есть очень много болезней, которые являются генетическими. И мы можем много лет с ними ходить, и они начинают дебютировать и манифестировать только либо после определенных провокационных событий, либо просто с возрастом. С неврозом дебютирование невротическое возникает только тогда, пишем, когда произойдет совпадение событий в жизни на сверхценное формирование. Всем это понятно? А теперь, внимание, очень важный момент. Пишем, чем отличается хроническое течение от реактивного и накопительного. Сейчас надо просто голову включить и запомнить. Если у человека в жизни, возьмем одинаковое детство, окей? Вот одинаковое детство, одинаковые комплексы, одинаковые сверхценные формирования, да? и проиграем три сценария жизни человека. И я вам сейчас покажу, как один и тот же человек может болеть неврозом по-разному. Хотите эксперимент? Один и тот же человек может болеть по-разному, и вы охренеете от этой информации. Смотрите, у нас повреждены, там все плохо, и мы его с детства сразу ставим в события жизни, где его отношения в школе, отношения в социуме, параллельные отношения с родителями, параллельные события всю жизнь являются для него событиями острыми. То есть мы не поместили его, знаете ли, в другую среду, мы не поместили его в другую семью, мы не поместили его в другие условия, при которых его больные триггеры не будут манифестировать. Поняли? То есть он с детства находится в событиях в жизни, которые постоянно его триггерят. И таким образом создается хроническое личностное расстройство. То есть это проблема среды и обстоятельств, в которых этот поврежденный базовый человек будет жить. И тогда этот человек всю жизнь будет жаловаться и всю жизнь будет таким, потому что он всю жизнь триггерится на определенные обстоятельства. Но если вы этого же поврежденного человека поместите совершенно в другую среду, которая будет его не триггерить, и все у него будет складываться в отношениях с людьми, с собой, так как ему не больно, он не будет болеть невротическим состоянием. Второй пример. тот же самый человек временно находится в ситуации, где все у него получается, по работе получается, в жизни получается, в семье получается, в бизнесе получается, он находится на каком-то отличном состоянии. Но вдруг в какой-то момент случаются события в жизни, которые как ключ подходят к замку. Он триггерится и выходит реактивно вегетативную реакцию, которая боится и началось паническое расстройство. А есть третий тип людей, когда тот же самый формирование, он жил какое-то время нормально, потом случился один триггер, он чуть-чуть зашатался, потому что попало в сверхценное, потом на него наложился второй, потом третий и потом четвертый. И накопительно ситуация накопилась и не разрешается до сих пор. И он говорит, я год назад заболел и вот до сих пор мне плохо, потому что год назад случились события, которые до сих пор не разрешены. У первого всю жизнь эти события, а у реактивного какое-то одно событие. Надеюсь, я объяснил доходчиво. подытожим первое занятие. Значит, про доступы сказал, что здесь важно вам понимать. Вам важно понимать, что наверное про реакцию мы с вами будем еще много говорить, про то, что стимулы это тоже будет основной контент нашего сезона. Наверное, в наводном занятии я бы хотел, чтобы вы запомнили главное. И, наверное, это вот это, что перестаньте лечить вегетативные реакции. перестаньте бегать с ними как с бешеной торбой. Поймите, что ваша проблема она в какой-то из трех плоскостей. Либо хронической, либо накопительной, либо реактивной. Но проблема даже не в событиях, а проблема в том, пишем, и мы заканчиваем, потерпите еще чуть-чуть, пишем, проблема не в разводе, проблема не в измене, проблема не в увольнении, а проблема в том, почему для меня это так больно. Почему эти слова вызвали во мне такой отклик? Почему эти события вызвали во мне такой отклик? Почему именно эти действия вызвали во мне такой отклик? То есть, если вы застенчивая девушка, то проблема именно в том, почему определенные ситуации вызывают у вас такую застенчивость и такой отклик. И работать надо с тем, как вы интерпретируете это. И это фундаментально главная вещь. Надеюсь, вы это понимаете. То есть, подытожим, чтобы справиться с невротическим расстройством, человеку необходимо взять ответственность и сместить ее с телесной проблематики исключительно в зону ответственности под названием под названием «Почему для меня и какие для меня в жизни ситуации являются болезненными». и все концентрацию внимания надо усилить именно на это. Но, собственно, этим мы с вами и займемся на 20 сезоне. На следующем занятии мы с вами пройдемся по основным методикам по работе с панической атакой, с агорофобией и с навязчивыми мыслями для того, чтобы освежить те знания быстренько, которые вы получили на базовом курсе и проработать быстро ошибки. И пойдем сразу с вами дальше. Мы будем учиться понимать те формирования сверхценных потребностей. Мы будем учиться отрабатывать реакцию на определенные события. У нас будет перечень событий. Проще говоря, добро пожаловать в тот мир, из-за которого вы здесь. Мы будем говорить о том, что такое психотравмы, что такое триггеры, о том, как это все решается, о философии. У вас будет конкретный перечень, вот у вас будет слайд, в котором будет конкретный перечень всего, что в принципе вызвало у вас эту проблему. Вам останется только лишь как-то принять решение по тому или иному вопросу. То есть, я вам дам просто, знаете, исчерпывающую правду про вас, вот исчерпывающую правду про вас, про вашу личную жизнь, про вашу профессиональную жизнь, про ваши реакции, про ваши выборы. Вы поймете много, но как вы с этим будете обходиться, останется исключительно ваша как бы прерогатива. Заставлять вас принудительно что-то менять я не могу и не буду. Поэтому моя задача вам предельно честно, предельно четко все разложить про мужа, про жену, про любовницу, про секс, любовника, про детей, про гиперответственность, про гиперконтроль, про поведенческие навыки, про поведенческие стимулы, про когнитивную терапию, про диспут, про выбор реакции, про болезненное эго, про симбиотическую связь с матерью, с отцом, про чувство неполноценности, про смещенную ориентацию, бла-бла-бла. Вот я разложу все, что только можно разложить, а ваша задача как бы понять, как говорится, что ваше, и как-то с этим обойтись. Окей? Супер. Ну, я надеюсь, что на следующем занятии у нас будет чуть более красивая картинка. Я не знаю, как она выглядела у вас в ваших компьютерах. У меня она выглядит, так сказать, не очень, хотя в принципе посмотрим потом обратную связь от записи, когда вы посмотрите эту копию, потому что у меня есть один экран, на который накладывается мое видео. Вот. И в принципе может быть в таком формате не самый худший вариант, но посмотрим, что наша техническая часть нам предложит, может быть, что-то предложит более лучшее. вопрос. Вопросы буквально вот коротко. Пожалуйста. Пожалуйста. Будут ли домашние задания? Да, они будут, но не сейчас, не после вводного занятия. Страх закона можно расценить к страху осуждения. Детство это период где-то до 13 лет. Хорошо. Стрессоустойчивость, конечно, это она и будет. Гиперактивный мочевой пузырь это иннервация вегетативного особенности, да. перфекционизм относится к тактике профилактики того, что вы не можете допустить. С помощью перфекционизма вы что-то не допускаете в вашей жизни. Стоит ли работать с дневником мысли? Засуньте свой дневник в жопу. У нас дневников никаких не будет. Это не у нас дневники. У нас никаких дневников не будет. Вы можете ввести дневники по отдельным методикам, но здесь у нас их не будет. Как фиксировать психотравмы? Сейчас не скажу. Руслан, это целый процесс. Блять, шаткость походки связана с твоей вегетативно-дисфункциональной астенией. Повышенный пролактин, таблетки не помогают, сложно ответить. Нужно комплексно обследоваться. Сомневаюсь, что повышенный пролактин это психосоматический момент. Скорее всего, он либо приобретенный, либо особенность такая. Но надо исследовать. Срыва на детей это последствия определенных эмоциональных реакций, которые мы будем изучать, безусловно. Но вы срываетесь на детей, Ольга. Вы срываетесь на ситуацию. Понимаете? Срывы на детей, дети это триггеры. То есть, когда женщина разочарована в муже, разочарована в ожиданиях, которые не реализовались, когда женщина в целом в надрыве, то любая шалость и каприз ребенка ее триггерит. и она срывается на детях. Второй вариант. Она видит в детях определенное препятствие к развитию. Ну, например, мать воспитывает дочь в одиночестве и бессознательно в зоне мозга считает, что если бы не дочь, она жила бы лучше. И таким образом мама бессознательно в кавычках считает дочь преградой к ее хорошей жизни и срывается на этой дочери. Но мы об этом будем говорить, безусловно. Длительный невроз это тоже личностное расстройство, но в классификации да, от пяти лет считается, что личностное расстройство это достаточно долго. И манифестирует оно с юности, как правило. То есть, вот я не очень понимаю, чем люди хвастаются, что там у человека и такая симптоматика, и такая симптоматика, и это было, и то было. Чему тут радоваться? Потому что личностное расстройство не лечится, да? И тот, та совокупность всех симптомов от деперсонализации, дереализации до агорофобии говорит о серьезном личностном повреждении. И я знаю людей, которые кичатся тем, что у них полный набор симптомов, там, был или есть, да? Ну, скорее всего, есть. А чем тут кичиться, не очень понятно. ипохондрии мы безусловно будем изучать на следующем занятии, с этого и начнем. Надо убирать не ипохондрию, надо убирать причину ипохондрии, да? Конечно, будет. Все, ребятки, спасибо большое, увидимся с вами в понедельник, если я не ошибаюсь. Значит, спасибо вам за ваше внимание и до новых встреч. Увидимся в понедельник. Всего доброго. Продолжение следует...